ну что вчера я почистил он большой кусок такой нашел способ как прикольно чистить вообще и как специально вот маленький кусочек остался еще поскакали так аккуратно без нажима спокойно снимаем снимается снимай все просто разбираем краску новые острые лезвия чуть-чуть аккуратно чуть-чуть поджимаю картошку чистить я не хочу ее оставлять я не знаю что такое это мне это не нравится я должен дойти вот до этого вот это гипсовая накрывка дальше уже идет стукатурка за ней местами просто чуть-чуть посредка и где чтобы дать возможность воде попасть внутрь и потом отторгнуть дешманские лезвия 30 рублей есть штук 3 рубля штука просто почаще менять время стоит намного дороже чем ну вот 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 жура вот это нельзя так чтобы вообще без какого-то вмешательства понятно что экология да вот правило экологии что в любое вмешательство есть нарушение есть вред ну поменьше вреда цель поменьше вреда сделать нанести так цикл вот она это я так уверенно действую потому что я уже это делал с той стороны и понял как тут все устроено тут же гипс вот это гипс вот досюда нет гипс дальше идет стукатурка это вытягивалось вместе с тябей вот до сюда поехали и вот так я подрезаю вот так там мел чувак-то заделал не заморачивался я стоял мелом спасибо ему большое потому что если бы не оставил чтобы хуже надо угол поменял угол надо вот так могу вот так сделать или вот так вот так конечно вот видно в просвете вот угол поменял чуть у нас раз я угол я теперь захватываю все и вот так чтобы зацепить этот мел вот и также отсюда и вот так стараюсь не резать штукатурку а вот как раз снимать эту кожуровую красота вот эти переводы очищаем вот вот этой частью острое если это делать она гнется сильно тут плечо короче вот и все а вот и все теперь обычная брызгалка кстати вот эти брызгалки максидон 300 рублей леруа 180 рублей идеально если брать обычные вот такие вот цели колбочки такой пластиковый рассует рублей 150 200 но ее не хватит даже на день работы этим служит по месяцу по два активной работы великолепно и смачиваем вот это все дело и пускай мокнет вот сейчас как раз лезвие чуть поступилось и нормально мне будет отлично вот я делаю не полностью вперед а вот чуть-чуть как бы вот оставляю жести чуть-чуть теперь вот так и вот так вот это работает вот чистота где-то что-то осталось и потом уже а так основная масса вот это вот происходит за счет того что там есть вот это грунтовка это позволяет так кожурой и я бы еще дальше назад уходил в шаг не позволяет спина не позволяет отгибаться сильно дальше и прям далеко вот на всю ногу так можно чистить да есть какая-то радость и действие что быстро полметра красивая очень красивая это как эти ленточки кидали там этим воякам когда они в город там заходили им там цветы кидали ленты это нас и ленты какие-то мысли это нам на победу за победу поклевкой а только я щетку показывал вот это да как патологи огни и не надо делать по дугу вообще там гипс не надо потолок да а вот в падуге не надо только нацарапать это вообще жесть будет реально царапать сейчас покажу как чтобы было понятно так делать не надо но вот если так делать то представляется вот такие вот царапины а если жестко сделать вообще вот это все если провести так по тяге где-нибудь там или не дай бог там полепни не вот здесь если там нацарапать то будет жесть нельзя их делать только потолок потолок вот это пожалуйста сколько угодно чистится красиво чистит мел убирает по стене можно стену тереть там если надо да вот она очень удобно только вот если трог то вот вот пальцы вот я вчера позбивался где-то было бывает заденешь кто-то в перчатках работает кому удобно тут пускай работает я не умею потрясает чуть-чуть ну залазит гипс просто мокрое и пошла не флота или что это такое но это не важно потому что мы эту трещину мы будем расшивать потом все будет зиять просто дыраграме на нем все выкину отсюда не нужно и даже моя просто вот рукой чуть-чуть фиксирую я не нажимаю абсолютно здесь даже зарядка получается это за счет просто остроты лезвия предпадка оставлю здесь менять она промокла мел земля такой подвяренный не мокрый прям середит собрал себя заморачивается по чистоте носить свою деревяшку сами дощечку чтобы тирать я рукой снимаю без перчатки 20 черты стала бы грязная руку помыть может она сама свалится в общем вывод один надо больше экспериментировать а самое главное что не ошибается тот кто вообще ничего не делает самый простой способ избежать ошибки то вообще ничего не сделать так что вот ну я надеюсь это все понятно